Денка 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 КОНЕЦ 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 Прошу объявить. Бежал из-под стражи враг Германии, журналист Зигмут Големба, 36 лет, среднего роста, худощавый. Объявляется всем за выдачу беглеца награда за укрывательство расстрел. Зигмут! Тебя ищут немцы. Моя семья. Что с ними? Живы? Нет. Обыскать помещение, проверить документы. Немцы идут сюда. Зигмунд, швабы идут. Тебе нужно бежать, Зигмунд. Документы. Зигмунд. 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 Мессу буду отправлять я сам. Пройди в закрессе. Зигмунд. Продолжение следует... 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 Зигмунд! Стась! За тобой следят. Я знаю. Где Янек? Колосовский? Да. Он переехал. Куда? Мазовецкое 10. Мы встретимся у него. Хорошо. Туда. КОНЕЦ 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 Как же так, Янек? Янек, опять поторопился, друг, ты всегда был торопый, Янек, поэтому часто ошибался, забегал вперед. Еще когда мы были мальчишками, помнишь, ты всюду хотел быть первым, так и теперь захотел быть первым и бросил друга, и сам остался один, совсем один. Сколько патронов обоими твоего пистолета? Семь. Ведь это семь мертвых швабов, Янек. Ты же хорошо стреляешь, я знаю, ты и теперь не промахнулся, и все-таки промахнулся. Для тебя надо оставлять восьмой, последний, Янек, последний, а не первый. Надо драться, Янек. Как зовут этого шваба, который хотел сделать тебя маляром? Господин Бюроф, я пью за вашу сестру, мадам Ферке, замужественную северную женщину, ее супруга, господина Ферке, достойных представителей нашей великой расы. Счастливые потомки оцеют ваш подвиг в этой дикой и мрачной Польше, куда, по воле фюрера, и вы, воинственные переселенцы, и мы, солдаты, вместе несем. Счастливые потомки оцениваются. На убитом часовом найдена записка, подписан Колосовский. Кто такой Колосовский? Бог! КОНЕЦ 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 КТО ТАКОЙ КАЛАСОВСКИ? Колосовский это польский художник, который застрелился год тому назад. Так кто же парень Колосовский? Осторожней! Не смейте пить, ты живишь, он не может. Он мой, я заплатил за него. Как вы? Спасибо. Кто был этот немец? Вилли Гросс, спекулянт, приехал открывать торговлю. Торговлю? Его знают в городе? Нет. Бегите. Куда? Я чужой в этом городе, никого не знаю, без документов. Куда бежать? Бегите за визу на острова. Там есть люди, они помогут вам найти выгоду. Ну, бегите. Скорее. Бегите. Продолжение следует... 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 как волки в овечьем стаде. Сен-Зеорис, помните, что вы поляк. Да, я родился и умру поляком. А вы хоть и сын польской матери, а будете... Абелян Айкович! Прокурор Валишевский, ваше слово. Как прокурор, я обязан обвинять этих людей. А как поляк, я должен их защищать. Короче, там! Но как же их защищать? Сегодня единственная наша защита оружия. Едурень! Садовайся! Опять Колосовский. Да. Вы не находите, что шефу гестапо в этом польском выявили с переодеванием неприлично играть роль глупого Ганса? Очень утомились в тылу. Если Колосовский не будет найден, вы отдохнете на Восточном фронте. Вчера я повесил двух Колосовских, а сегодня я не завидую тому, кто займет мое место. Колосовский это легенда. Легенда. Что такое? Марешавский. На этом саду связано. Ну? Фантасмагория, панкомиссар. Кто связал? Колосовский. Брач. 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 Эй, вы, выбирайтесь отсюда и вон из города за Вислу на острова. Слышали? Ну, скорей, скорей. Во всей Польше есть один человек, способный на это. Колосовский. Колосовский только имя. А человек? А человек это... Зидмунд Големба. Големба? Он? Да. Писатель, журналист. Тот самый, о котором я вам сообщал пять лет назад. Делегар так называемых антифашистских конгрессов. Вероятно, он известен вам, господин комиссар, по событиям в Испании. Наша агентура гонялась за ним по всей Европе, но он всегда менял облик и исчезал. Возможно, вы правы. Мое предположение легко проверить. Каким образом? Казнь Ксензая, связанных с ним лиц, произвести публично. Их нару враты шума. Господин комиссар, вы не совсем изучили наш польский характер. Големба человек азарта. Если казнь Ксензая обставить заманчивого... Как ловушку. Все понятно, согласен. Все? Все, господин комиссар. Прошу сюда, господин Генцель. Я не желаю, чтобы наши свидания были предметом широкого обсуждения. Мы дорожим вашей репутацией. И вот что. У вас есть люди. Ловушка, ловушка. Но големба должен быть найден. Живым или мертвым. Лучше мертвым. Господа Ферки. Что случилось, Карл? Не выдержали нервы. Колосоцкий? На этот раз Стефан Ракушка. За то, что ты шваб с Керриллом посадил в тюрьму честных людей. За то, что жена твоя травит односельчан с собаками. И вообще за все старые немецкие грехи, которых я подробно не знаю, но хорошо знает их Ксен Зьорис, гореть вам в огне. Затем остаюсь Стефан Ракушка. Это целая банда польских мужиков. Они на днях стреляют. Меня. Пусть это вас не волнует, Карл. Мужик, это Николасовский. Голову отрубим, ноги не пойдут. А голову Колосовского я вам выдам через 4 часа. Прошу. Отдыхайте. А завтра будет спектакль. Завтра в 7 часов утра на кладбище святой Бригитты будут казнены следующие лица, изоблеченные в измене германскому государству. Машинист Тадеуш Комлич, крестьянка Юлия Ракушка, Ксенгс Еремия Йорис, комендант города и шеф-гестапо, майор фон Культер. Такой приятный голос навевает тоску. Завтра, завтра. А ведь это будет действительно завтра. Что делать, Орлик? Немцы не такие дураки, чтобы широко оповещать о казни трех поляков, в то время как они могут убрать их без шума. Это ловушка. И ловушка для меня. А я вижу только один выход. И игра эта такова, что проигранной ставкой в ней, по всей вероятности, будет голова Колосовского. Это голембо Колосовский. Найдите его живым или мертвым. Ты больше не имеешь права рисковать своей жизнью, Зигмунд. Бросить старика, священника и девочку на растерзание этим швабским псам? Да, но молчи! Весь остаток жизни моей мне было бы стыдно своего себя. Довольно! Форму майора войск СС. Форму майор! КОНЕЦ 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 – Чего пропало? – Наоборот. Вместе надо действовать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 КОНЕЦ КОНЕЦ А всякий случай. Желаю удачи! КОНЕЦ Ну, введите осужёнок, да оформляйте только поскорее. А оформлять, в сущности, нечего. Ты шо, Рапс? Вы шо, в сумму разошли? А пастор Колосовский! ПОДПИШИСЬ! ДИНАМИ Расскотина, Рапс! Расскотина! Я расстреляю вас! Я Ультер! Не бойся, друзья, я Колосовский. Колосовский? Вы Колосовский? Колосовский, Колосовский! Идиот! Здесь ты шанс по поводу, что я Ультер! Ультер? Ультер! Генри Хультер! Генри Хультер! А если вы Ультер, так скажите, откуда я вчера получил письмо, которое я вам читал? От своей лоты из Риквентаря! Она проще не слать ей шелку в баланс! Вы? Это вы? А где ж эта польская свинья? Ключи машину с автоматиками! Как вы себя чувствуете, Отец Сьорин? Синец! Мальчик! Вы! Спокойнее, панец Тихо! Да! Стрелять умеете, Ковлич? Да! Надо обрегаться! Кейс, кейс! Ксёг! К uhh! Тихо! Ка В asi! КОНЕЦ Доброе утро, сестра. Я не слышал слова, сестра. Голову Колосовскому видяю с некоторым опозданием. Да, но я не вижу героя. Карл! КОНЕЦ 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 Скорее, скорее, панове, к реке. КОНЕЦ 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 ГDe, БРАТЬЯ! КОНЕЦ ГРАТЬ Я КОНЕЦ Братику, Стефани! Людька, отчаливай! Пароль. Скончается ночь. Проходи. Пароль. Скончается ночь, пришел. Давай, проходи. Пароль. Проходи. В истории польского народа никогда не было таких трагических лет, как годы господства фашистов. К Майданику, Косминциму привел нас в режим санации. Никогда эти люди не будут больше вершить судьбы польского государства. Тому порукой светлый образ Костюшка, боровшегося за свободу Америки. Тому порукой свободолюбивый дух Домбровского, погибшего на парикадах парижской коммуны. Тому порукой наша честь, наша борьба и пролитая нацистами кровь нашего народа. Боевые друзья мои, величественные события последних дней вселяют в сердца надежду на скорое освобождение, ради которого мы не щитили своих жизней. Союзные ПСКА высадились во Францию. Красная армия перешагнула вишну, а вместе с ними идут наши соотечественники, возрожденные польское войско. Союзные ПСКА-СССР Боевые друзья мои, утистерим и мы свои усилия. Владычеству фашизма приходит конец. Союзные ПСКА-ССР АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья, Среди нас присутствует человек, имя которого вот уже несколько лет наводит страх на немцев. Видеть лицо этого патриота еще пока нельзя. Подушите огни! Подушите огни! Слово предоставляется Сигмунду Колоссовскому! АПЛОДИСМЕНТЫ У меня был друг, он застрелился. В оставленной им записке, которую я ношу, здесь, у сердца, он послал проклятие Шваба. Я взял его имя и именем его нес Шваба месть. Но один человек это один, два человека это только два. Лишь когда они действуют по поручению и воле народа, они народ. Мы начинали одиночками, теперь нас тысячи. Русский военный гений приближает час освобождения нашей многострадальной родины. Два народа, польский и русский, после пятисотлетней искусственно раздутой вражды, готовы стать рядом в едином строю славянских народов. Позор нам будет и вечное бесчестье, если мы позволим Швабам уйти живыми с нашей земли. Нет, не веково, не веково! Подушку выше. Так, так, осторожней, осторожней. Обыскать. Вот только этот. Кто тебя послал? Пенс. Тихо, тихо. Вам нельзя волноваться. Что поют люди? Песню о Грюнвальде. У меня к вам просьба. Пожмите мне руку. Я не могу этого сделать. Сам. Мы вместе будем драться за нашу отчизну. Человек в основе Генцери пробрался в лагерь. Анжель, надо вывести отсюда людей в Травновский лес. Ракушка укажет местам. Здесь нас окружат и уничтожат. Коблич. Вам, Иксензу Юрису, придется перейти в фронт и установить связь с польской армией и советским командованием. Грюнвальде. Надо достать оружие. Я очень рассчитываю на вас. Хорошо. Я достану оружие у немцев. Каким образом? Последняя шутка инвалида Гросса. Дюй, Грюнвальде. Охо-хохохохо. Охо-хохохо. Хл. Музыка. Музыка. Вы ловкий парень, Гросс. В сравнении с вами я, щенок, претенант. Вы баварец? Баварец. Самые деловые люди в Германии баварцы. Недаром фюрер заваривал кашель в Баварии. Ну, ближе к делу. Как же оружие? Есть. На трофейном складе. И? Можете считать, что оно в вашей лавочке? Кое-что придется дать капитану Галу. Он теперь мой новый начальник. А старый? Взлетел на воздух. Этот оборотень Колосовский подложил ему свинью. Хорошо, что мы с вами живы. Не должно. Ну, сколько за все? Три тысячи. Две пятьсот. За две пятьсот купить себе козла. Кстати, зачем это вам нужно оружие, господин коммерсант? Я же вам говорил. Один наш переселенец хочет строить здесь ферму и боится поляк. Ну, три тысячи и забирайте товар. Галус меня возьмет половину. Две шестьсот. Две девятьсот и черт с вами. Надвесимся. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, хорошо. Ты не будешь расстрелом, если скажешь точно, кому сбывало оружие. Тебя пошлют в Россию, в штрафный батальон. Я скажу, но, господин комиссар, Россия это тоже смерть. Я подумаю, что он может для тебя сделать. Я продал инвалиду Гроссу что? Четыре пулемета, два ящика винтовок, восемь ящиков ручных гранат, десять тысяч патронов. Юлия Ракушка. А это вам, Анна Юлия. Добрый подарок. Дай Бог здоровья пану Зигмундру. О, мой друг лейтенант. Сталая коллега, наконец-то. А что нужно молодому красивому лейтенанту от старого коллеги? Деньги, деньги, Гросс. Опять? Вы слишком широко живете, мой котик. Что делать, Гросс, жизнь, как я ее понимаю, дорогая штука. Итак, молодому красивому лейтенанту нужны деньги. Да, нужны. Вы удачно поймали нитку. О, остается распутать клубок. Сейчас мы узнаем, кто такой этот Гросс. Я сам допросу его. КОНЕЦ Помни, посидишь в карцере и только, но если хоть одно слово комиссару, что раб сделился со мной, понял? Понял. Я-то не скажу ни слова, но у этой свиньи лейтенанта длинный язык. Он слишком много пьет. Это уж мое обидно. Айр Битнер! Ну что, твои ножки поправились? Кросс. Да точно, господин капитан. Лейтенант так ловко тратил меня всем по голове, что там соединились какие-то вентики и... Ну и пошли. Вот. Ефрейто Вильям Гросс. Год рождения 6-й, 22-я пехотная дивизия. Так, так точно, господин капитан. Твоя сонатская книжка. Так точно, господин капитан. За что крест? Город Клин, господин капитан. Там я один убил двух казах и одного взял в плед. Дело было так. Все. Провидели? Документы в полном порядке к своим комиссарам. Не совсем в порядке здесь. Мультия тварей, шум капит и сморт. Ну а теперь скажи-ка нам, Галигос, кому ты продал краденое оружие? А может не раньше рассказать, у кого я его купил? Это дело другое. Нет. Кому продал? Креселентом, а? Ну кому же? Одному лицу. Поляк? Да. А где ты с ним познакомились? На базаре. Он назвал себя Петрусевичем, но я думаю, что... Что? Прошлите подойти к своим комиссарам? Ну? Я думаю, что это был сам Колоссовский. Значит, ты, немецкий солдат, помогал Колоссовскому? Конечно, господин комиссар. Раз я ему продал оружие, то выходит, что я вроде его сообщик, но он грозился, господин комиссар. Я боялся. Я... Господин комиссар, за что? Мой крест! Господин комиссар, я заслужив. Вы можете меня расстрелять, но этот КС он мой. Ужасные русские бомбы. Господин комиссар, Господин комиссар, я заслуживаю этот КС. Господин комиссар, этот доктор считает меня с уважением. Немецкий солдат не может быть с уважением. Господин комиссар, я попробую убить двух казахов. Господин комиссар, Выкиньте этого идиота, чтобы ноги твоей не было в городе. Слышишь? Господин комиссар! Господин комиссар, мой крест! Мой крест! Господин комиссар! Продолжение следует... До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С востока надвигается на нас чудовищный вал большевистской опасности. Помните, что только храбрая германская армия в состоянии спасти Европу и всех нас. Будьте лояльны германским властям. Поддерживайте новый порядок. Братья поляки, люди, называющие себя партизанами, выступают против этого порядка, взрывают мосты, нарушают коммуникации в тылу германских войск. Тем самым помогают нашему общему врагу русским. Разоблачайте этих людей. Этот пенцер становится более опасным, чем это можно ему позволить. Прошу. Надо заставить его хоть однажды сказать правду. Вы можете это взять на себя? Да. И надо, чтобы эта правда была сказана громко. Понимаю. Русское командование готовит прорыв на нашем участке фона. На нас возложена почетнейшая задача. Нанести немцам удар с тыла. Выступление партизан руководит полковник Калазорский. План выступления довольно прост. Вместе с украинскими партизанами внезапным ударом... Юлиус! 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 Нападение на станцию. В районе депо полистрелка. Что делать? Что происходит в городе? Что происходит в городе, я вас спрашиваю? Что происходит в городе? slip на нем. Господа, мы уходим в подполье. Ну, уже в подполье. Русские прорвали фронт. Едем, шпать. Вам разрешается эвакуация на запад. Поревар. Вы уезжайте в Лольфт. И сушки получше позже. Я остаюсь в городе. Перехожу на легальное положение. Ну, вы слишком... Не беспокойтесь. Я буду вполне лоялен к новым властям. И, может быть, признаю свои ошибки. Это спутает карты. Соберите своих людей и ждите распоряжения. Говорит Сотич. Говорит Сотич. Говорит Сотич. Всем окружным комендантам, делегатурам предлагается немедленно осуществить следующее. Законспирировать штабы, тщательно укрыть оружие, боеприпасы, радиостанции. Наши позывные в дальнейшем. Взять! ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ Поляки, в течение пяти лет вы слышали голос. Он пытался отравить ваши души и сердца, внушая покорность фашизму и ненависть к патриотам. Его вдохновляли издалека, из-за моря, с того конца Европы. Голос этот принадлежит человеку, который стоит здесь, рядом со мной. И сейчас он скажет правду. Всю правду. Говорите. Меня зовут Вацлав Бенцин. Громче! Я лгал вам, поляки, пауканские людей, о которых говорил вам Голосовский. Я призывал вас к подчинению немцам. Я сеял черные слухи о русских. Интрига, ложь, клевета и провокации были моим оружием. Мне нет оправдания. Я виноват. Правда, я был не один. Увести! Вы не убьете меня. Я знаю очень много. Я смогу быть вам полезным. Увести! Смерть летать! Смерть летать! Смерть летать! Его будет судить народ. Пропустить. Смерть летать! Смерть летать! Страна!